Танец Тренировках я не могу получить нигде. Море позитива, общение. У меня танцы – это жизнь. Мне нравится заниматься танцами, потому что только здесь я встретил таких прекрасных друзей. Здесь очень хорошая энергетика, и только это искусство дает столько радости. Это как дыхание, я уже не смогу без этого жить. Это то, что наполняет разные течения, которые пересекают мою жизнь полностью. И если этого не будет, то, наверное, будет как-то очень сухо без этого. Мне нравится заниматься танцами, потому что это очень увлекательно. Я заинтересован в этом. И это очень полезно и здорово для людей, у кого проблемы с осанкой. Это просто здорово. Танцы – это мое прозвание. Людям всегда хочется хорошо выглядеть. Речь сейчас идет не о парадном макияже или о дорогом костюме, а об особой красоте. Красоте собственного тела, которое достигается путем многочисленных тренировок. Здесь надо поразмыслить, каким же путем пойти, что же выбрать – танцы или спорт. Все, кого вы видите сейчас за моей спиной, выбрали именно танцы. Судите сами. Именно в хореографии все те качества, которые приписывают профессиональному спорту, находят свое отражение гораздо глубже и интереснее. Я, конечно, не хочу посеять ненависть к спорту как к таковому. Просто предлагаю вам логически поразмыслить. К примеру, принято считать, что спорт учит людей самостоятельности, грамотному достижению цели и умению не отступать ни перед чем. Но когда вы встаете танцевать, то от вашего умения зависит успех всего танца. Плюс вы обязаны знать схему или даже осваивать ее на лету. Вам приходится принимать мгновенные решения, причем делать это быстро, ведь музыка не ждет. Чтобы разрушить миф о том, что спорт укрепляет здоровье, скажу. За свою жизнь я не видел ни одного гармонично развитого спортсмена. А вот танцы, напротив, укрепляют осанку и дают понять, что перед нами действительно танцор. Более того, классическая школа танцев веками выверена настолько, что некоторые упражнения можно выполнять даже с легкими травмами, вроде вывиха плеча или ноги. И если танцор выполняет все упражнения правильно, то боль скоро стихает, а потом и полностью исчезает. Плюсов достаточно. Хореография развивает интеллект и образное мышление, предлагая танцору запомнить сложные комбинации. Она тренирует краткосрочную и среднесрочную память. В танце нужно думать. Все выученные танцы мы танцуем не ногами, а фактически головой. Это новый уровень общения, язык тела, который объединяет все возрасты. В качестве доказательства всех этих фактов я проведу эксперимент. Итак, знакомьтесь. Анастасия. Прилежная студентка, красавица, актриса, тонкий ценитель кино и театра, вокалистка. Учится в РУДН на филологическом факультете. Мечтает объехать весь мир. По собственному признанию, когда-то занималась хореографией и стоял у станка в самом углу, чтобы ее не было видно. Сергей. Балагурый весельчак, который ищет собственное призвание. Увлекается бильярдом и неплохо выходит сухим из воды. Танец, как один из очередных интересных проектов. Ну что ж, почему вы и нет? Позвольте представить. Надежда. Имеет медицинское образование, работает на станции скорой и неотложной помощи, уже успела вырастить двоих детей и теперь пожинает лаврой. Виталий. Спокойный и рассудительный ценитель жизни и маленьких ее радостей. Может починить практически любую вещь, а если найдет чертежи, то и построит такую же. Решив уйти от обыденности, попробовал свои силы в танце. Эти герои будут участвовать в эксперименте, который призван доказать эффективность танцевального искусства как средство личного развития, коммуникации и оздоровления. Здравствуйте, уважаемые герои. Спасибо, что согласились на участие в нашем эксперименте. Сегодня мы начинаем наш дублюдей танцевальный марафон. В течение 14 дней вы будете изучать различные направления танца. Это народные танцы, ну танцы народных бедов, вы будете изучать русский, преимущественно. Классические танцы, состоящие из танка и украины в середине. И один танец современный, он называется сальса. Он популярен сейчас в молодежной культуре больше. Я думаю, вам будет очень интересно. После этих двух недель, я думаю, вы сможете научиться танцевать. И потом наверняка мы с вами будем общаться. Вы мне будете говорить о своих впечатлениях. Договорились? Да. Хорошо, хорошо. Хорошо, давайте начнем. Для начала мы с вами займемся классическим танцем. Вот. И разучим мы экзорсис у станка. И на середине несколько движений. Начало всего вообще классического танца, оно идет с основ. Основы это позиции ног и позиции рук. Вот для начала давайте мы с вами позиции ног. Первая позиция – одна линия. Вторая позиция с дырочкой, получается размеры вашей стопы. Вторая. Давайте сразу в пятый, потому что она, они у нас есть в тренинге. Пятая. Плотность отбегаем на стоп пят, пятка на стоп. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 4, 5, отрывай левую, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Перейдет, назад, удар. Перейдет, назад, удар. Так что мы сутки не прекрасен делаем. Ручку открываем, раз. Раз, тогда закрываем ножки и поднимаем два. Да, еще раз лучше. И прекрасен, раз, к себе нога, два, два. У меня мне понравилось в принципе все. Танцами обучаться просто отлично, интересно. Что больше понравилось, то что каждый день я нахожусь в отличном настроении. Поэтому 100% сопутствует и на занятиях на танцах. Поэтому в принципе я считаю, что это отлично. То, чем мы занимались, научились, это круто. Вовлекает такую сильную жизнь для отношений от наших первых людей. Мне стало больше повышение с теми, потому что дети давно занимаются танцами. У меня теперь есть, а что же с ними поговорить? Ну вообще, те, где разговоры нашли. Конечно, причем любые дети бывают в серии танцами, танцами, музыками, музыками, может быть эксперимент, чему угол. Коммуникация это прекрасно, конечно. У меня как-то это стало организовывать. То есть встаешь, раньше ложишься спать, раньше встаешь, день проходит лучше, настроение улучшается. Да, вот, это отлично. Да, хорошо, мы с вами лучше работаем, вообще это приятно. Там вообще всегда здорово. Вперед, назад, вперед, назад, сюда, два, три, четыре, и вверх, назад, вперед, назад, в такой же предупреждении. И дверный, наверх, опять глава на правую, уже сначала провожаю, и закрыть, на левую. Раз, два, три, закрыть. Вступление. И, наверх, и, наверх, подготовка на «и». Раз, один раз, хорошо, и, раз. Спасибо. Раз, два, раз. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Удаль. И, да, и, черночку. И, удаль. Подскочили. Подскочили. Поменяем. Еще раз. И, куда, наверх, поменяем. Другой мentlegen. Когда, меняем, не скакать. И, два, не скакать. Раз, два, на четвертое. Четыре. Раз. По-запу. Четыре. Раз, два. И, 하나. Раз. Два. И, раз. Два. Четыре. Мне очень понравилась сальс, потому что это такой сексуальный данец, это нас очень сблизило с Серёжкой. Однозначно в неделю такую энергетику. Если честно, как самое сложное, мне показалось, что очень сложно было работать и не на станках за неделю, потому что с каждым ноги болят всё больше и больше, обычно все мёд, из-за того, что неприличный выбор, который сейчас уже стал для нас обыденный, а сейчас детали, чтобы не пустил, понравилось. Больше чего запомнилось. Конечно, я уже скинарую в ней больше. Раскинарую в ней больше. Да, обычно, да. Ну, это моё. Ну, по возрасту, ближе. Ростыли. Прибросём. Третья. То есть, как право направляем на клон. Вниз. Выросли, печень низким. А потом через третью позицию. Что через тёртый сезон? Опять закрыты. Да. Открыты. Ну, арабыск. Открываем себя. Опять открыты. Арабыск. Пятая болезнь. Четыре, пять, шесть, семь, восемь раз. Шесть, семь, восемь раз. Раз, два, три, четыре, пять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорогие герои, сегодня у нас с вами последнее занятие. Вы совершили невероятное. Вы отзанимались две недели, закончили недельные танцевальные курсы, можно так сказать. Вы научились многому, вы прошли вместе через многое, а потом, кровью, где-то смехом. Я вас с этажистом поздравляю, давайте минуту пошли. А теперь настало время показать, чего же вы достигли. Вы готовы? Да, конечно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Танцы, несмотря на поверхностные отношения многих обывателей, оказались не так просты. Они покрывают ряд важных социальных проблем общегосударственного масштаба, в числе которых здоровье, связь поколений и воспитание молодежи. Кроме того, танцы, как мы уже это выяснили, помогают реализовать творческий потенциал в любом возрасте. Все это, в совокупности, делает танцевальное искусство чрезвычайно важным для общества. Субтитры создавал DimaTorzok Ребята, мы находимся не то что на стадии завершения, но уже в самом финале нашего с вами эпичного путешествия по стадии хореографии. И усилить вас много потребовалось и нервов, я так подозреваю, и подскользусь, вы падали. И на шпага чуть не сели некоторые. Супер, на самом деле все. Я бы еще продолжил. Еще две недели? Может и больше. Давайте строим двухгодичный марафон. Я бы хотела что-нибудь еще будет с каким-нибудь еще танцем. Еще одно управление? Я хочу, да, еще что-нибудь. Даже не одно еще какое-нибудь, а много. Да блин, я когда видела, как вы делаете фигню, как она называется, я не знаю. Мужчины, мужские движения. Мы прям все-таки легендарные были, реально. Я прям обернусь, думаю, мы там какую-то дробь взгодом, а мы там ту-ду-ду. Ну а мы вообще в сапогах были, это же. Причем это, мне кажется, заложено в нашем, в нашем поколении. Потому что не легко вот это далось. Да, ну ладно уж тебе. Не, реально легко, это смотрелось как будто было. С руками, конечно, немножко проблемы, а с ногами хорошо. Но ему надо было движение «Надо где делать?» И персонально. Было очень приятно танцевать. Спасибо. А с нами что? Как бы другого поколения, но с которыми тоже легко найти общий язык в наше время. Слава Богу. И хорошо, что танец помог нам в этом. Ладно, безаложное. Была должна была быть связь с поколением. Был момент общения, связь с поколением. Искра, искра между вами проскочила, проскочила же искра. Между тобой и между Сережей. Я почти сейчас покорел. Покорел. Будем ждать продолжения истории. Да, будем ждать продолжения истории. На этом, конечно, все не заканчивается, я так подозреваю. Давайте еще какую-нибудь танцевую, очень правда. По-братски. По-братски. По-братски.